Выезжая за рубеж, любой коллектив, на мой взгляд, любой страны, должен пропагандировать музыкальное искусство своей страны. Мы лучше там покажем нашу казахскую музыку. Это душа, это взгляд, это обоняние, это чувство. Как по волшебству, со взмахом его руки оживает музыка. Его идеи и власть создают искусство. Александр Беляков – заслуженный деятель Казахстана. Почти 20 лет он был главным военным дирижером Вооруженных сил Республики Казахстан. В звании полковника ушел на пенсию. Сегодня маэстро продолжает служить музыке. Почти 30 лет он дирижер Государственного духового оркестра и 8 лет художественный руководитель эстрадно-симфонического оркестра Акима города Алмата. Как вы видите, рассадка оркестра несколько отличается от других. Она отличается от симфонического оркестра, от эстрадного. Вся струнная группа, скрипки, альтери, виолончели находятся в одном крыле, и это дает возможность плотного звучания всей струнной группы. Центр оркестра занимает ритм-секция. Это, можно сказать, сердце оркестра. Ударные инструменты, бас-гитара, гитара-ритм, клавиши, перкуссия. И вокруг нее и строится вся музыкальная ткань. Правую сторону занимает биг-бенд, духовые инструменты и деревянные духовые, которые больше, конечно, относятся к симфоническому оркестру, но, тем не менее, успешно используются в эстрадном оркестре. Сегодня у нас штатная репетиция. Ребят, садимся! Поехали! Раз, два, три! Эстрадно-симфонический оркестр. Этому большому инструментальному коллективу подвластно сыграть любое произведение. Александра Белякова пригласили в оркестр сразу после того, как он завершил военную карьеру в 2012 году. Когда появилась непосредственно возможность работать с этим коллективом, я очень с большим удовольствием этим занялся. Мне очень приятно работать действительно с мэтрами нашей казахстанской эстрады. Ну, допустим, Роза Куанышина-Рыбаева. Маэстро меня поздравляет Александр Викторович Беляков! Я в детстве, в юности никогда себе не мог представить, что так жизнь сложится, что мы встанем на одной сцене. Я очень трепетно и с уважением отношусь к творчеству Алибека Мусаевича Днишева. Это действительно народный артист СССР, это действительно мастер высочайшего уровня. Я вижу, как они работают, я вижу, как они готовятся к концертам, как они относятся к репертуару. Я вижу их желание максимально соответствовать запросам публики, при этом не скатываясь, так скажем, в низкосортные какие-то жанры или пьесы, а наоборот, как бы дотягивая публику до своего уровня. В самые трудные годы в моей жизни, когда ушел мой муж, мой дирижер, я встретила Александра Великого, дирижера, мастера, большого-большого музыканта, человека с открытым сердцем, с чистой душою, к которому, можно сказать, доверяют музыканты, к которому все хотят быть ближе и играть под его руководством, к которому я однажды сама обратилась. Александр Викторович, я хочу петь с вашим оркестром сольный концерт. И он с радостью, с большой ответственностью подошел к моей программе. Мы имели большой успех, потому что у нас у всех была одна цель – сделать красивый, хороший концерт, которого люди ждали, которого давно не было вот в таком формате. Живой оркестр, дирижер, красивый репертуар. И наша дружба на протяжении уже около 20 лет продолжается. Заслуженные музыканты в составе оркестра отмечают, что коллектив вышел на новый профессиональный уровень и стал гораздо востребованнее благодаря усилиям художественного руководителя. Когда он стал работать с этим коллективом, то есть произошло очень много позитивных вещей. Во-первых, укрепился состав. То есть он расширил состав оркестра, и очень хорошо. Он добавил струнную группу хорошими музыкантами, и, в принципе, по количественному составу. Потом и остальное, и духовую группу он усилил. То есть отдельно появилась у нас и деревянная духовая группа, волторная. А это же все краски, это все качество звучания оркестра. Ну, а теперь мы находимся в Центральном концертном зале Казахской государственной филармонии имени Джамбыла. Именно здесь находится репетиционная и концертная база Государственного духового оркестра Республики Азахстан, с которым меня связывает уже почти 30 лет творческой деятельности, да и жизни вообще. Это прекрасный коллектив, великолепные музыканты. Сейчас мы готовим новую программу «Саундтрек». Государственный духовой оркестр занимает особенное место в сердце дирижера. Ведь в год ухода с воинской службы большая часть состава военного оркестра последовала за своим руководителем и перешла в этот коллектив. А дирижерский талант Белякова заметил заслуженный деятель страны, с тех пор его наставник Канат Ахметов. Он мне стал не только другом, но как бы младшим братом. Я до 92-го года, с 90-го года был один дирижер. И когда подошел после концерта Александр Викторович, молодой, красивый, в военной форме, в петличках были лиры. Я думаю, наконец-то пришел дирижер. И как-то сразу у нас установились очень теплые отношения. Я говорю, где же вы ходите, молодой человек? Я уже вас давно жду. Везде это не просто Саша, это опора. Это тот стержень, вокруг которого держится дисциплина, подготовленность музыкантов. Все наши бытовые вопросы решаются за рубежом и здесь тоже, по Казахстану. Все решается через Сашу, потому что человек – это самой высокой организованности. Ну, как вы видите, и расположение духового оркестра на сцене совсем иное, чем эстрадно-симфонического оркестра. Расположение больше зависит от динамического звучания оркестра, от яркости его звука и того или иного инструмента. Впереди располагаются наиболее слабые инструменты – кларнеты, флейты, гобой, фагот. Далее саксы, саксофоны. Далее группа духовых инструментов, более мощных, более ярких, более крепких, так сказать, в динамике. И сзади оркестра располагается группа ударных инструментов. Ну, в данном случае это ударная установка, литавры, колокола, большой барабан, там-там. Кухня у ударных инструментов очень большая и разнообразная. Всех даже невозможно перечислить. Но ударные слышны всегда и везде. На сегодняшний день в репертуаре Государственного духового оркестра порядка 10 тысяч произведений. Коллектив отличается своей неповторимостью. Его концертные программы не повторяются целиком. Каждый раз музыканты обновляют репертуар. Нет, нет. Чего боитесь, флейты? Чего прячетесь? Дайте ярче. Мецепиано у вас? Ну, поставьте Мецефорта. Ну, все-таки ярче. С вас все-таки начинать. Дирижер – это объединяющий человек, который руководит большим оркестром, в составе которого иногда бывает и до 100 человек, и певец солирующий. Представьте, между певцом и большим оркестром. Там же и хор было, там и танцевальные коллективы еще танцуют. Представляете, над всем этим руководит дирижер. За результат звучания, качество отвечает дирижер. Представляете, это какая у него большая ответственность и очень большая работа. Поэтому я с глубоким уважением, с большим поклоном отношусь к людям такой профессии. У нас тоже были какие-то такие смешные моменты, когда оркестр погнал в два раза быстрее. А я не успевала за ними, потому что ритм они загнали в два раза больше. Я посмотрела на лицо Александра Викторовича. У него и так большие глаза такие, голубые большие. У него глаза в два раза больше стали, усы начали шевелиться, и он бедный. Я представляю, какой он стресс выдержал, чтобы удержать оркестр, и чтобы певица успевала с оркестром, и выдать такое настоящее исполнение, которого публика не заметила. Вот замечательный оркестр, с которым мы с Розой уже давно поем, сотрудничаем. И во главе этого оркестра незаменимый генерал от искусства, генерал и в жизни, и в своем творчестве Александр Беляков. Зрителю, далекому от музыкального искусства, может показаться, что дирижер – единственный человек в оркестре, который не играет ни одной ноты, но так усердно машет палочкой. Но качество исполнения, которое так лелеет наш слух, зависит как раз от центральной фигуры в оркестре. Он должен лучше всех знать материал и способности каждого музыканта. Он подсказывает, зачастую даже требует, как именно следует играть то, что написано в нотах, выступая в роли педагога. Следит за синхронностью и темпом, но прежде сам подает пример. Да, 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 только думаю, нужно начать вверх, да? Любой музыкант внутренне должен быть очень дисциплинированным. Объясню, почему. Если один человек не пришел на репетицию или пришел позже, то труд всех превращается ни во что. Только вместе, совместно можно создать тот звук, который нам необходим. Если на одну десятую секунды музыкант сыграет свой звук раньше или позже в оркестре, то это брак. Это неудавшееся произведение. Поэтому дисциплина, особенно четкое и точное отношение ко времени в оркестре просто необходима. Заслуженный дирижер родился в городе Талгари, близ Алматы, в семье геодезистов-топографов. Отправляясь с детства в экспедиции, живя в палатках, он бесповоротно влюблялся в свой родной край. Почему-то мне с детства очень нравилось заниматься музыкой и ужасно привлекала армия. Среди моих игрушек были сплошные автоматы, пистолеты, каски, рапиры и прочее. В то же самое время, уже в пять лет я пошел в музыкальную школу. Ну, конечно же, повели туда родители, но я считаю, что в этом было и мое желание. А вот уже в десять лет мне представилась такая возможность, я увидел вариант, как можно совместить музыку и армию. И в десять лет, благодаря моим, так сказать, настойчивым просьбам, мама повезла меня в Москву. В Москве я поступил в военно-музыкальную школу московскую, где я отучился семь лет. После он с отличием окончил военно-дирижерский факультет в Московской консерватории, получил звание лейтенанта и вернулся домой служить в Казахстан, где поднялся до самой вершины карьеры военного дирижера. Четыре года был начальником оркестра АВУКУ Алматинского училища военного. А после этого, благодаря предложению первого министра обороны, генерала армии Нурмагомбетова, который был есть и остается для меня самым большим авторитетом, мне было предложено возглавить военно-оркестровую службу Республики Казахстан, чем я и занимался на протяжении 18 лет с удовольствием. Младший сын Никита продолжает его дело и уже сегодня возглавляет военный оркестр Национальной гвардии в Южной столице. Папа воспитывал у меня строгости, что чтобы что-то получить, нужно это заслужить, заработать. Перед тем, как я решил, что хочу идти по стопам своего отца, он меня повез на военный парад в город Астану. Там мы могли жить в квартире, в принципе, снимать, или в гостинице 40 дней, пока идет подготовка к параду и сам парад. Мой папа сказал, нет, мы будем жить в казарме, как и все, потому что это правильно. Если ты хочешь стать военным дирижером, военный дирижер – это не начальник, он такой же музыкант, как и все. Ты должен быть на равных со всеми. И мы жили в казарме 40 дней. Я для себя познал, что да, я могу стать военным дирижером, я могу стать дирижером, чтобы дальше хочу творить музыку, дальше хочу делать так же, как он. Параллельно службе, больше 10 лет, Александр Беляков трудился в Казахской национальной консерватории имени Курмагазе по классу дирижирования духовыми оркестрами. В числе его выпускников состоявшиеся музыканты и дирижеры, которые сейчас возглавляют различные оркестры Казахстана. Специфика дирижера духового оркестра, она значительно отличается, серьезно отличается от оперно-симфонического. Вот именно этим я занимался в консерватории, именно воспитанием дирижеров духовых оркестров с этой направленностью, с этой специализацией. И, ну, в принципе, тоже этим определенными результатами могу гордиться. Очень, несмотря на то, что дирижер – профессия штучная, и там в год выпускалось у меня один, максимум два человека, очень многие из моих учеников, студентов сейчас возглавляют духовые оркестры в разных абсолютно городах Казахстана и делают это весьма достойно. Он для меня все равно как-то остается примером для подражания. Это человек действительно офицер, офицер с большой буквой. Это его внутренняя собранность, отношение к людям, его порядочность, честность по отношению к себе и к коллективу. Никогда он не позволит себе более лучшие условия, чем коллективу. Приходилось вплоть до того, чтобы вытачивать из дерева палочку самому. Сейчас, в принципе, палочку можно купить в любом музыкальном магазине. Как правило, она сейчас изготавливается из каких-то пластиков, для того, чтобы она была более прочная. Наконечник у палочки бывает деревянный, бывает пластиковый. Я предпочитаю пробковый, потому что, когда рука потеет, от волнения это бывает, пробка впитывает эту влагу, и палочка надежно держится в руке, не скользит в руке. И, кстати, далеко не каждый дирижер использует палочку. Очень многие работают руками. В руке гораздо больше эмоций, гораздо больше чувств. Поэтому, когда дирижер работает с палочкой, как правило, палочка держится в правой руке, и это, что называется, метроном – это сердце, это пульс. А левая рука – это душа, это взгляд, это обоняние, это чувство. Детский восторг от величия родных гор всякий раз возвращает маэстро домой, даже после самых ярких гастролей и предложений творить искусство на лучших сценах мира. Я действительно человек, влюбленный не просто в Казахстан, а влюбленный в свой город, мой город Алма-Ата. Родился я недалеко от Алматы. Было много возможностей. После окончания консерватории мне предлагали остаться в Москве, предлагали поехать в Германию, в Польшу. В свое время, когда оркестр гастролировал в Испании, у меня была возможность остаться в Валенсии, причем это было очень значительное предложение – возглавить муниципальный оркестр Валенсии достаточно интересно и перспективно. Но поразмышляв, я понял, что не хочу я работать в другом городе. Меня все равно тянет домой, меня тянет в Алма-Ату. Этот прекрасный, чудесный город, на мой взгляд, это лучший город на земле. И мое мнение вряд ли изменится с годами. Это лучший город. Александр Беляков – член Ассоциации руководителей духовых оркестров стран Азии и Тихого океана. Член Международного сообщества военной музыки. Награжден Российским орденом Петра Великого второй степени. За вклад в развитие казахстанского музыкального искусства получил государственные награды, медаль «Ерени Инбигушин» и почетное звание «Заслуженный деятель Республики Казахстан». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова